Они были величайшими финансистами мира. Невероятно богаты, невероятно могущественны и невероятно независимы. Они вырвались из нищеты и стали самой богатой семьёй в Европе. Всё, к чему они прикасались, практически мгновенно превращалось в золото. Их деньги выигрывали войны, спасали правительство, строили железные дороги и определяли мировую политику. Где бы ни шла война, они в ней участвовали. Ни одно важное общественное событие не обходилось без них. Они покупали лучшие в мире вина, шедевры искусства и самые роскошные особняки. Прекрасные коллекции гавиленов и замечательные картины. На протяжении двухсот лет они боролись с государством, с антисемитизмом, а иногда и друг с другом. Нет ни одной такой семьи, как Ротшильды. Они абсолютно уникальны. Как и бутылка Шатола Фит Ротшильд, их история энергично, сложна и незабываема. Они Ротшильды. Биографии Ротшильды, династия. Весна 1995-го. Скромный, вежливый 25-летний юноша курит в коридоре финансовой компании. Он заводит разговор с другим курильщиком Тимоти Баракетом, который говорит ему, что собирается основать хеджевый фонд. Когда молодой человек просит взять его на работу, он сомневается, пока не узнает его имя. Это Нэт Ротшильд. Представитель седьмого поколения знаменитой семьи банкиров. И несмотря на юный возраст, Нэт получает работу. Нэт Ротшильд очень рано вошел в дело, так как обладал широкими возможностями, умел вести себя в обществе, развивать бизнес, зарабатывать деньги. Вскоре Нэт не только смог заработать деньги, но и вложить их. Он проявил способности к высокому риску и получил высокие прибыли. Он стал самым проницательным инвестором в мире. Он крайне рисковал, вкладывая деньги в развивающиеся страны. И очень много инвестировал в Россию. Баракет не пожалел о том, что взял молодого Ротшильда на работу. Atticus Capital, только что основанный хеджевый фонд, стал предприятием с оборотом в 14 миллиардов и с 30-процентным годовым приростом. Еще одно поколение проявило семейную финансовую смекалку и инстинкт славы. Я думаю, это особенность их семьи – дерзость и прозорливость. Говорят, что, возможно, он станет самым богатым в своей семье, что он восстановит и приумножит семейный капитал. Если он это сделает, это станет достойным эпилогом семейной истории, которая насчитывает более двух сотен лет. История семьи Ротшильд началась в нищем, переполненном еврейском гетто во Франкфурте в 18 веке. Мэйр Амшель Ротшильд, его жена Гуттельшнаппер и десять их детей, пять мальчиков и пять девочек, были праведными, благочестивыми иудеями. Их жизнь была сильно лимитирована. Гетто закрывалось на ночь, по воскресеньям, и оно было закрыто во все христианские праздники. Евреям было запрещено иметь собственность. Они должны были носить желтые повязки на одежде и платить обременительные налоги. Многие профессии были недопустимы для них, так что им было сложно зарабатывать на жизнь. Но одна область была открыта для них – это ростовщичество. Их христианским соседям религия запрещала пускать деньги в рост. Поэтому евреи, хотя им нельзя было открывать магазины за пределами гетто, могли заниматься другими вещами. В частности, обменивать деньги. Давать деньги в долг, то есть делать то, что обычно не могли делать их конкуренты, которые не были евреями. Обмен денег был насущной необходимостью в Германии 18 века. В то время там были сотни самостоятельных городов, имеющих свои деньги, которым надо было торговать друг с другом. А у Майера Амшеля был особый талант к торговле. У него была не голова, а компьютер. Это сейчас люди носят с собой калькуляторы. А тогда он производил все вычисления в голове. Он начал торговать старыми монетами и медалями, античными и редкими вещами. Но Майер Амшель был еще одарен талантом к использованию возможностей. У него были потрясающие предпринимательские способности. Он справедливо решил, что лучший способ добиться успеха – это познакомиться с представителем одной из королевских семей Австрии-Венгрии. И он выбрал самого богатого из них, который, к счастью, жил рядом. Принц Вильгельм Гессенханау нажил состояние тем, что одалживал своих солдат британцам в качестве наемников. Гессианцы, как их называли, отважно сражались в колониальной Америке. Майер Амшель знал, что у принца есть страсть, благодаря которой он сможет приблизиться ко двору. Это коллекционирование монет. Он встретился с принцем, безвозмездно отдал ему коллекцию монет и остался играть в шахматы для того, чтобы втереться к нему в доверие. И медленно, очень медленно он наладил отношения с ним. Это был умный ход. Вскоре принц Вильгельм уже настолько доверял ему, что позволил использовать деньги от своего имени. Он дал ему около 800 фунтов, что по тем временам было значительной суммой. и позволил Ротшильду выступать в качестве агента-принца Вильгельма. По мере развития бизнеса к нему присоединились пять его сыновей. Амшель, Соломон, Натан, Яков и Карл. Сыновья встречались с клиентами, а дочери помогали дома. Дочери занимались письменной работой, главным образом вели книги учета. Но Амшель Ротшильд непреклонно требовал, чтобы все они следовали его философии бизнеса. Во-первых, всегда вовремя платить по счетам. Никогда не задерживать платежи и никогда не брать в долг. Во-вторых, быть безупречно честными во всех своих обязательствах. Честными и открытыми, чтобы никакие тяжбы никогда не были связаны с именем Ротшильда. И это дало результат. К 1796 году мэйр Ротшильд был одним из десяти самых богатых евреев во Франкфурте. Но его третьему сыну, Натану, было слишком тесно в гетто. Натан был, безусловно, самым рисковым и самым общительным. Он был готов выйти в мир и страстно желал покинуть Франкфурт и расширить бизнес. Коренастый, рожеволосый, непоседливый молодой человек видел большие возможности в развивающейся экономике Англии. Он был человеком, у которого, по-видимому, была цель, был план и было упорство для достижения этой цели. Натан немного знал английский. Он приехал в Манчестер, центр текстильной промышленности, и стал отправлять одежду своему отцу во Франкфурт и в другие города Европы. Он был необычайно энергичным и преданным своему делу. У него не было других увлечений, кроме работы. Он работал практически круглые сутки и был очень честолюбивым. В 1806 году он женился на Хане Барент Коэн. Дочери богатого еврейского финансиста и переехал в Лондон. С помощью своего тестя он основал свой собственный банк. Энн М. Ротшильд и сыновья. Незадолго до этого остальные братья попросили его возглавить бизнес. И каждое утро его можно было увидеть на фондовой бирже. Но вскоре его мир изменится. Акции маленького честолюбивого французского генерала дадут семейству Ротшильдов невероятную власть и богатство. К началу 19 века банковское дело мэйра Амшеля Ротшильда процветало. Его средний сын Натан переехал в Лондон и открыл там семейный филиал. Но появилась одна проблема. На континенте французский император Наполеон Бонапарт развязал длительную военную кампанию. Завоевав Австрию, Россию и Пруссию, он обратил свой взор на Британию. Он считал, что единственный способ победить Англию это задушить королевство экономически. Его идеей было установить так называемую континентальную блокаду и перекрыть доступ всех товаров и денег из Англии в Европу. Ротшильды, имея своих членов семьи по обеим сторонам Ла-Манша, увидели в этом идеальную, хотя и рискованную возможность для бизнеса. Они организовали широкую и успешную контрабандную операцию. Натан управлял процессом из Англии. Он придумал специальные корабли, маленькие и быстрые, чтобы пересекать пролив. А его брат в Париже организовал так называемую службу доставки из всадников, которые могли перевозить товары и золото очень быстро и в любом направлении. Эта быстрая и надежная курьерская сеть переносила еще кое-что очень ценное. Новости с острова на континент. Если что-то случалось в финансовой или политической жизни, Ротшильды узнавали об этом первыми. Они понимали, что знания – это деньги. Ведь точная информация очень важна для финансовых операций. Наполеоновские воины значительно улучшили благосостояние семьи Ротшильдов. Принц Вильгельм, бывший благодетель семьи во Франкфурте, сбежал от французов и страстно желал надежно вложить свое состояние. По сути, он сказал Натану «Делайте с моими деньгами то, что считаете нужным». И это давало Натану огромные возможности. Натан вложил деньги принца в английские акции и помог принцу в другом деле. Ему нужен был доступ к капиталу, пока он находился в Европе. То есть принцу Вильгельму и другим принцам тоже нужны были банкиры, которые могли бы гарантированно снабжать их деньгами, когда они им понадобятся. В 1814 году британские войска сражались с армией Наполеона на континенте. Но была одна серьезная проблема. Дюку Веллингтону, командующему английских войск, нужны были деньги, причем срочно, иначе Британия проиграла бы войну. Вы не сможете передвигать подобное войско без денег. Вы должны им платить. У них большие расходы. Но как вы доставите деньги, которые нужны? Вы можете взять их из банка, который организовали Ротшильды. 11 января 1814 года Натан Ротшильд был официально назначен ответственным за финансирование продвижения Веллингтона по Франции. Используя огромное состояние своей семьи, он покупал французские франки и продавал их с наваром английскому правительству. Вот как неожиданно может повернуться жизнь. Всего 20 лет назад этих евреев из гетто пинали ногами, а теперь судьба Европы была в их руках. Для осуществления этой рискованной операции Ротшильды полагались только на членов своей семьи. Яков, младший брат Натана, был отправлен во Францию. Он был еще ребенком, подростком, когда отец послал во Францию, чтобы он принимал деньги в порту и отправлял их через Францию в Испанию, где находились войска Веллингтона. Вскоре армия Веллингтона стала регулярно получать деньги. Благодаря наличным деньгам англичанам удалось добиться успеха. И 18 июля 1815 года британцы разгромили Наполеона в знаменитой битве при Ватерлоу. И еще один факт показывает, насколько хорошей была курьерская система Ротшильда. Сразу после того, как битва была выиграна, Веллингтон послал своего курьера через пролив в Лондон, чтобы информировать правительство. И его сообщение было получено через сутки после того, как агент Ротшильда доставил эту же новость. Достижения Ротшильдов во время наполеоновских войн продвинули их на новый уровень богатства. Кроме того, они ознаменовали начало новой концепции в финансировании. Раньше у правителей было мало возможностей для увеличения своего капитала. Вы могли пострадать от повышения пошлин, или ваши деньги могли обесцениться, и то и другое было одинаково неприятно. Ротшильды стали пионерами нового метода. Правитель мог дать свои деньги в долг частной организации, такой как банк, или даже человеку, а они, в свою очередь, давали обязательство выплатить эту сумму с процентами. Это был очень важный момент в формировании современного рынка капиталов. Но даже такого важного вклада оказалось недостаточно для того, чтобы в Европе Ротшильдов признали как банкиров. Когда финансистам предложили сделать выгодные вложения для выплаты Франции и контрибуции, Ротшильды не были включены в этот список. К концу наполеоновских войн они были самой богатой семьёй в Европе, но после подписания мирного договора от Ротшильдов с презрением отвернулись. Они не могли упиваться высоким положением. Они были всё ещё чужаками. Зависть и презрение общества находили отражение в прессе, причём в грубой форме. Появилось много карикатур в популярных газетах и журналах. На одной из них был изображён Натан Ротшильд, который стоит на кучке мешков с деньгами, а европейские принцы ползают у его ног. Оскорбления и пренебрежительные отношения только усилили желание Ротшильдов преуспеть. Но несмотря на их растущую власть, они на каждом шагу сталкивались с антисемитизмом. К концу наполеоновских войн в 1815 году семья Ротшильдов обладала огромным состоянием и властью. Натан и Яков, главы лондонского и парижского филиалов, семейного банка, стали самыми богатыми людьми в Европе. К сожалению, глава семьи, мэр Амшель, не дожил до этого. Он умер в 1812, ему было почти 70. Но тем не менее, его наследство было тяжёлым. Партнёрское соглашение, которое он заключил со своими пятью сыновьями, за два года до этого, сохранило бизнес, но ставило определённые условия. Бизнес, дом Ротшильдов, не мог быть разделён между мальчиками. Он должен был оставаться цельным. У каждого мальчика была своя доля. В нём не было места женщинам. Наследовать бизнес могли только сыновья. На руководящие посты не допускались посторонние, даже зятья, а также те, кто не был евреем. На самом деле, Ротшильды так стремились сохранить деньги в семье, что даже женились на своих родственниках. За дочерью надо было давать приданное, но гораздо легче было расставаться с приданным, когда ты отдаёшь его своему партнёру, брату или кузену. Яков во Франции женился на своей племяннице Бетти, а сын Соломона, Ансельм Соломон, женился на своей кузине Шарлотте. Из 18 браков 16 были родственными. Лучшей женой для Ротшильда могла быть только Ротшильд. Благодаря своему надёжному партнёрству, Ротшильдам удалось охватить всю Европу и создать первый международный банк. В 1820 году Амшель оставался во Франкфурте, Соломон переехал в Вену, Карл – в Неаполь, а Анатон и Яков возглавляли лондонскую и парижскую ветви. Это был очень амбициозный ход. Им удалось дать начало финансовой династии в разных экономических центрах Европы. Это был бизнес пяти братьев. И это была династия Ротшильдов. Но стремительный рост их власти и межнациональный характер бизнеса в свою очередь дали пищу для появления слухов об их тайных намерениях и даже заговоре. Миф, который окружал их семью, был связан вовсе не с их бесчестным поведением, а с тем, что они были богатой еврейской семьёй. Это была вечная история. Многие чувствовали, что им перестали доверять. Что было их истинным мотивом для отъезда? Хотели ли они быть, к примеру, французскими гражданами или больше склонялись к Австре-Венгрии, где жила большая часть их семьи? Из всех европейских стран евреям легче всего жилось во Франции, которая после революции 1789 года предоставила еврейскому населению все гражданские права. Яков и его жена Бетти пользовались признанием в обществе. Бетти Ротшильд была хозяйкой салона. Её французский был безупречен, у неё были утончённые и изысканные манеры. И французы её любили. Она, к примеру, помогла Шопену начать свою карьеру в Париже. После получения баронского титула в 1822 году Яков вместе с четырьмя своими братьями стал бароном де Ротшильд. Якову также помогла его дружба с молодым аристократом Луи Филиппом. После французской революции 1830 года Луи Филипп, младший сын в королевской семье, стал королём. Поскольку финансовое положение нового правительства было шатким, у Якова попросили помощь для внесения стабильности. В очередной раз Ротшильды получили поддержку из влиятельного источника. Луи Филипп все свои финансовые дела вёл с Яковом Ротшильдом. Луи Филипп часть детства провёл во Франции. Он был открыт новым идеям в промышленности и банковском деле и считал Ротшильда компетентным человеком. Но несмотря на то, что французы считали Якова своим, он принимал участие в жизни еврейской общины. Он анонимно жертвовал огромные суммы на поддержание еврейских школ, больниц и синагог. Они помогали еврейской общине. Но в повседневной жизни с евреями они встречались нечасто, даже с представителями богатых буржуазных семей. Им больше нравилось общаться с аристократами. Яков был кем-то вроде еврейского короля во Франции, но это был очень надменный король. В 1840 году Яков направил средства семьи в тяжёлую промышленность, увидев большой потенциал парового двигателя. Они производили сталь, добывали полезные ископаемые, олово, уран и алмазы. Яков построил первую железную дорогу во Франции. Его брат Соломон в Австро-Венгрии. А Карл построил железную дорогу в Южной Америке. Практически не было областей, которые не были ими охвачены. Но в 1848 году французы снова вышли на баррикады. Францию потрясла новая революция. Луи Филиппа свергли с трона. Яков мог потерять своего покровителя и своё влияние. Но когда племянник Наполеона Луи в 1852 году стал императором Наполеоном III, Яков тут же заверил его в своей преданности. После каждой революции в жизни Франции всё менялось. Но одно оставалось неизменным. Это влияние барона Ротшильда. Независимо от того, кто был у власти, Ротшильд оставался на своём месте. В 1855 году Ротшильд начал строительство дворцово-паркового ансамбля Ферье в пригороде Парижа. Когда он услышал о том, что один из его кузенов в Англии нанял знаменитого архитектора Пакстона, чтобы тот построил ему загородный дом, он вызвал Пакстона и сказал, «Построй мне такой же дом, как Мэндморфь». Это был дом его кузена, только больше. Он считался самым большим дворцом того времени. Там можно было разместить 100 слуг, 80 лошадей, и в нём была подземная железная дорога, которая доставляла горячую пищу в столовую. Благодаря этому дворцу Ротшильд стал одним из крупнейших аристократов страны. Даже император Наполеон почтил его визитом. Он оказал ему роскошный приём. Когда Наполеон приехал к нему, он собственноручно посадил в его саду с эквойю. Ротшильд приготовил настоящий пир. Он устроил охоту, на которой было убито 900 фазанов. Можно сказать, это было апофеозом карьера Ротшильдов. Учитывая то, что барон Яков вырос в гетто во Франкфурте и как еврейский мальчик должен был освобождать дорогу при приближении христианина, трудно поверить, что этот человек теперь охотился с императором. Но неумеренный образ жизни подорвал здоровье Якова. Измученный подагрой и печёночной коликой, он умер от разлития желчи в 1868 году. Он умер последним из пяти братьев из франкфуртской пятёрки, которая смогла проникнуть из гетто в сердцевину европейского общества. Семья прошла долгий путь, но следующее поколение Ротшильдов захватило последний бастион власти – само правительство. В 19 веке братья Ротшильд стали без сомнения титанами бизнеса и финансов. Несмотря на их невероятное богатство, Ротшильды всё ещё сталкивались с определёнными ограничениями, как и все евреи в Европе. Франция сделала евреев равноправными гражданами, но остальные страны по-прежнему ограничивали их права. Надо сказать, что даже в Англии евреи могли голосовать, но не могли заседать в парламенте. Дети евреев не могли учиться в Итоне, Рэгби, Кембридже или Оксфорде. В 1836 году, когда сын Натана Ротшильда Лайонелл возглавил бизнес в Англии, он решил, что сможет сломать барьеры. Британия была охвачена социальной реформой. Рабочий класс получил возможность голосовать. Социальные меньшинства, такие как католики и иудеи, также хотели получить равные права. Лайонелл интересовался не только банковским делом. У него были политические устремления. Он увидел, что предприятие, созданное его отцом в Англии, на самом деле давало семье Ротшильда возможность не только зарабатывать деньги, и он выставил свою кандидатуру в парламент. В 1847 году он был избран в парламент от Лондонского Сити, финансового центра Лондона. Он стал известной и популярной фигурой. За него проголосовало подавляющее большинство. Но для того, чтобы занять этот пост, Лайонелл должен был выполнить требования, которые, как иудеи, выполнить не мог. Лайонелл должен был произнести клятву в верности христианству, которую произносили все новые члены парламента. Но он вполне резонно заметил, что совесть не позволяет ему дать такую клятву. Так что ему не позволили занять это место. Он снова выставил свою кандидатуру, снова был избран, но снова ему не позволили занять это место. Каждый раз он побеждал, и каждый раз председатель отказывался его признать. Так что даже на таком высоком уровне Ротшильды сталкивались с антисемитизмом. Только спустя 10 лет была принята поправка, и Лайонелл наконец-то смог занять это место. Заняв место в парламенте, Лайонелл стал настоящим английским джентльменом. Он присоединился к сливкам английского общества. У него был особняк на Пикадилли. А три его сына, Нетти, Альфред и Леопольд, построили роскошные поместья в Бекингемшире. Они занимали такое важное место в этом графстве, что его в шутку называли Ротшильдшир. Там были построены удивительные ансамбли Мэндмор, Тринг, Аскот. Они находились вокруг поместья кузена Фердинанда, которое возвышалось над всеми замками Ротшильдов. Я думаю, что самым удивительным было имение Уодездон. Барон Фердинанд собрал прекрасные коллекции самых разных вещей – гобелены и французскую мебель 18 века, замечательную живопись. У Уодездони было собрано все самое лучшее. У Фердинанда был самый внушительный дом. Но Лайонелл, благодаря своим политическим связям, мог управлять мировыми событиями. В 1874 году британское правительство было обеспокоено доступом к Суэцкому каналу, который был основным морским путем к колониям в Индии и Южной Африке. У египетских владельцев канала возникли финансовые затруднения. Кто-то должен был дать египтянам деньги, чтобы канал не обанкротился. Премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, чтобы не допустить влияния Франции, решил выкупить эти акции. Вопрос, где взять 4 миллиона фунтов? Дизраэли пошел к королеве и сказал, что Англия должна их купить. Но он не может найти 4 миллиона фунтов, потому что парламент распущен. Тогда он пошел к своему другу Лайонеллу Ротшильду. Лайонелл сказал, дай мне подумать. И на следующее утро он отправил ему записку. Я дам тебе 4 миллиона. Британия смогла сохранить свои интересы, а Дизраэли смог послать королеве «Телеграмм». «Мадам, они у вас есть». Это была невероятная удача. Благодаря возможности безопасного прохода через канал, Британия стала расширять свои колонии в Индии и Африке. Жители Британии были довольны, а Дизраэли и Лайонелл стали настоящими героями. Когда в 1879 году Лайонелл умер от сердечного приступа, семья сконцентрировала внимание не на финансировании правительств, а на предоставлении суд промышленникам. Пик расцвета и власти дома Ротшильдов приходится примерно на 1880 год. А потом правительство стало более рациональным в своей финансовой политике и в системе налогообложения. И потребность в частном финансировании, хотя и не исчезла полностью, но постепенно снизилась. В первой части 20 века в мире произошли большие социальные и политические изменения. Члены семьи Ротшильдов по-прежнему, занимающиеся банковским делом, не знали, как справиться с экономическими потрясениями 20-30-х годов. И когда Гитлер установил свое господство в Европе, у семьи Ротшильдов возникли проблемы. Они не очень пострадали от нацистов, потому что благодаря своему богатству смогли покинуть страны, которые должны были быть захвачены в первую очередь. Но одного из братьев Ротшильд в Австрии немцы все-таки арестовали. Достойное поведение барона Луи фон Ротшильд во время ареста стало легендой. Когда пришли эсэсовцы, он обедал. Он не собирался покидать страну в спешке, хотя это было необходимо. Он сказал, «Я еще не доел десерт, так что позвольте мне остаться». Эсэсовец был так поражен этим, что действительно разрешил ему доесть. Сначала его забрали в гестапо, а потом отвели в отель, который служил тюрьмой для очень высокопоставленных узников-нацистов. Но некоторым членам семьи Ротшильд не повезло. Жену Филиппа де Ротшильда, Элизабет, которая не была еврейкой, гестапо отправила в концентрационный лагерь, где она умерла. Когда Ротшильды бежали от нацистов, большая часть их имущества была попросту разграблена. Вторая мировая война была катастрофой. Разумеется, нацисты конфисковали их собственность во Франции, в Австрии, в Голландии, в Бельгии и по всему континенту. Их прекрасные дома и коллекции были разграблены, упакованы в ящики и вывезены. После войны члены семьи стали постепенно возвращаться домой. Многие пытались вернуть имущество. Скаковых лошадей удалось вернуть из Германии. Коллекции живописи были выкуплены. Как видите, жизнь возвращалась на круги своя. Конечно, она уже не могла быть такой, как прежде, но она восстанавливалась. Хотя, надо сказать, что в Австрии евреи были полностью разорены. Они потеряли все. Хотя казалось, что финансовая активность семьи уже никогда не достигнет того уровня, какой был в прошлом веке, Ротшильды не сдавались. Вместо этого они обратили свое внимание на другую отрасль, которая тоже была преобразована благодаря их нововведениям. Сегодня имя Ротшильдов во всем мире является синонимом богатства, благотворительности и хорошего вкуса. И это неразрывно связано с их удивительным предприятием. Виноделием Два конкурирующих предприятия Шато-Ла Фитт и Шато-Мутон являются мировым феноменом. На самом деле, Мутон-Кадет – одно из самых продаваемых вин Бордо в мире. Впервые семья занялась виноделием в 1853 году, когда Натаниэль Ротшильд приехал из Лондона в Париж работать со своим дядей Яковом. Ему рассказывали о Мутоне, которая в то время называлась Мутон-Брайн. Он попробовал его и купил очень недорого. И он понял, что это хорошее вложение. Его переименовали в Шато-Мутон-Ротшильд, и оно было одним из лучших бордосских вин. 15 лет спустя, в 1868 году, дядя Натаниэль Яков, чтобы не быть хуже, купил соседний виноградник и винокурню, которая и производила такое же хорошее вино Шато-Ла Фитт. То, что он купил виноградник рядом с Мутоном, причем даже крупнее, чем Мутон, разумеется, привело к соперничеству между двумя ветвями семьи, которое длилось веками, и, несмотря на их дружеские отношения, все равно было соперничеством между двумя предприятиями Ротшильдов. Шато-Ла Фитт было одним из лучших сортов французского вина. Его подавали самым важным гостям, только в торжественных случаях. Здесь находится бродильный цех. Во время сбора урожая в сентябре или октябре мы наполняем чаны ягодами, привезенными с виноградника. Но есть ключевое различие между марками Ла Фитт и Мутон. В 1855 году французские вина были классифицированы. Шато-Ла Фитт и три других марки вина получили престижный первый класс. А Шато-Мутон было удостоено только второго. Натаниэль был возмущен, но его великий внук, барон Филипп, добился пересмотра классификации. Филипп Филипп занялся Мутоном. Он решил сделать его более продаваемым. 20-летний Филипп в то время был известен как плейбой и первоклассный гонщик. Он был очень ярким человеком, который знал, чего хочет. А Ротшильды всегда получают то, что хотят. И он флиртовал с моей женой, которая была очень красива. И если честно, я бы сказал да. Он был чужаком, пришедшим в закрытый мир бордосских вин и сразу же нарушил все правила. С типичной ротшильдовской проницательностью он сразу же понял, что качество вина может быть испорчено посторонними, разливающими его в бутылки. Раньше все вина отсылались в бочках из Шато в город Бордо и разливались по бутылкам продавцами. Филипп сказал это неправильно. Я хочу полностью контролировать свое вино. От виноградника до бутылки. И он стал разливать вино по бутылкам в Шато. Вскоре все крупные винопромышленники последовали его примеру. Но у него были и другие идеи. Филипп был шоуменом. То есть он был великим человеком, но любил шоу. Он искал возможность привлечь внимание. Раньше на винах практически не было этикеток, а он решил менять этикетку каждый год. Он сказал, я найду художников, которые будут каждый год рисовать мне новую этикетку. И действительно он договорился с великими художниками Шагалом, Пикассо, Дали. Также он создал Мутон Кадет, дешевый сорт вина Бордо. Филипп решил, что можно заработать большие деньги на продажу вина, которые могут купить обычные люди. Так появилась Мутон Кадет. Мутон Кадет со временем стало так популярно, что он начал скупать виноград по всей провинции Бордо, чтобы удовлетворить спрос. И в 1973 году сбылось заветное желание Филиппа. Его вино получило другую классификацию. Одним из честолюбивых замыслов Филиппа, когда он начал заниматься этим бизнесом в 1920 году, было добиться пересмотра классификации. И в 1973 году Мутон получила первый класс по распоряжению президента Франции. Это был первый случай, когда классификация вина была изменена. И думаю, такого больше не повторится. На это был способен только Ротшильд. Когда барон Филипп умер в 1988 году в возрасте 85 лет, поместье Мутон перешло к его дочери в Филиппине. Ей тоже сопутствовал успех, она почти в два раза увеличила объем продаж. К 2000 году он превысил 2 миллиона. И она начала производство вина в Чили и Калифорнии. Тем временем, в 1974 барон Эрик стал управлять домом Лафита. Он также расширил бизнес и открыл предприятия в Аргентине, Чили и Португалии. Несмотря на конкуренцию между двумя домами, они сохраняют между собой дружеские отношения. Целью обоих предприятий было превзойти своего соседа, и это оказало хороший эффект. Благодаря этому поддерживается хорошее качество вина. Но Ротшильды занимались не только виноделием, они по-прежнему оставались банкирами. В своих филиалах в Лондоне и Париже им трудно было поддерживать семейные традиции в меняющемся мире. В 80-е годы обстановка стала напряженной. В результате возникла междоусобица, которая привела к разрыву отца с сыном. На протяжении 200 лет имя Ротшильдов было связано с мировой банковской финансовой системой, а также с виноделием, искусством и благотворительностью. Но в 50-е годы 20-го века их банковская деятельность начала снижаться. Так и не оправившись после Второй мировой войны в 50-е и 60-е годы, банки Ротшильдов в Лондоне и Париже приходят в упадок. Они довольствуются частными вкладами и ищут богатых клиентов. Мировая экономика развивалась стремительными темпами, причем и за пределами Европы, что неизбежно привело к тому, что европейский бизнес перестал играть такую важную роль, как в 19-м веке. Тем не менее, в конце 70-х годов Яков Ротшильд, праправнук Натана Майера Ротшильда, пытался оживить уравновешенный английский банк. Под влиянием агрессивной политики американских банков, таких как Мэрил Линч и Голдман Сакс, он решил расширить деятельность, нарушив правила и открыв банк для посторонних инвесторов. Яков хотел, чтобы дом Ротшильдов присоединился к крупным инвестиционным банкам, чтобы он превратился в общественную структуру. Он хотел, чтобы они вышли на рынок и торговали акциями, долговыми обязательствами и тому подобное. Однако его кузен Эвелин, конкурирующий преемник, предпочитал делать медленные и уверенные шаги. Он хотел направить деятельность на элитный бизнес вроде бутика. Вы не идете на рынок и не рискуете, покупая и продавая там ценные бумаги. Вы не хотите рисковать своими деньгами. Вы держите у себя минимальный капитал. Вы не рискуете. А вместо этого продаете другим людям советы по высокой цене. В конце концов, была принята точка зрения Эвелина. И Яков проиграл битву за право возглавить семейный бизнес. Довольно необычным было то, что отец Якова, Виктор, поддержал своего племянника Эвелина, а не сына. Борьба внесла отчуждение в семью. Это был первый серьезный раскол со времен создания банка в 18 веке. Яков ушел, забрав свою часть бизнеса и открыл инвестиционный фонд Ротшильда. Яков сделал его широкомасштабным инвестиционным предприятием. Он занимался вложениями в самых разных областях и очень преуспел в этом. Сегодня он и его сыновья предположительно владеют состоянием в 3 миллиарда долларов. Эвелин продолжал руководить банком Энэм Ротшильд. Элитный бизнес, который он предлагал, также оказался прибыльным, когда крупные инвестиционные банки стали не такими привлекательными. Многие корпорации постепенно превращаются в маленькие бутики. К их советам прислушиваются, поскольку не возникает конфликта интересов, который неизбежен, когда фирма, у которой вы покупаете, тоже торгует на рынке. А тем временем по другую сторону пролива французский банк также столкнулся со своими проблемами. С 1946 года им управлял энергичный Гай де Ротшильд, который перестроил империю бизнеса, перейдя от инвестиций к депозитам и создав сеть банков по всей Франции. Если вы посмотрите на барона Гая, то поймете, что он был аристократом до мозга костей. Он был утонченным и с безупречным вкусом. Но в 1981 году социалистическое правительство Франсуа Миттерана сделало нечто невероятное. Оно национализировало банки и ими стало управлять правительство. Хотя Гай получил компенсацию, он был раздавлен. Гай все потерял во время войны, а потом он все потерял в 1981, и он сказал, с меня хватит, я ухожу. Для меня это была катастрофа. Были уничтожены 40 лет моей профессиональной жизни. Все, что мы создали за это время, все это у нас забрали. Он так относился к этому из-за своего имени, из-за своей репутации, из-за своих денег. Гай какое-то время жил в Соединенных Штатах, но потом вернулся во Францию. И когда политика государства изменилась, он со своим сыном Давидом снова открыл банк. Выдающимся достижением Давида Ротшильда было то, что он смог возродить французский банк, практически начав все сначала. Им не позволили использовать семейное имя для открытия банка, но у них была их репутация и их связи. Это им помогло. Тем не менее, к концу 90-х стало ясно, что конкурирующим филиалам в Англии и во Франции нужно работать вместе, если они хотят выжить в современном жестоком мире. В 2003 году, впервые с того времени, когда Натан и Яков Ротшильд способствовали разгрому Наполеона в 1815 году, оба банка объединились. Эвелин отошел от руководства английским банком. Его французский партнер возглавил оба филиала. Если вы спросите Эвелина Ротшильда, каким было его самое большое достижение, он скажет, что это объединение французской и английской ветвей семьи. И по меньшей мере один представитель последнего поколения может оставить след в будущем. Эвелина Ротшильд, партнер Рид в Лондоне, как и его отец Яков, создавший инвестиционный фонд с доходом в 3 миллиарда, добился большого успеха в хеджевом фонде. В частности, он дает советы новым русским в России. Я думаю, это показывает, насколько в этой семье силен предпринимательский дух и желание идти дальше. Даже трудно ожидать этого от такой старой респектабельной семьи. Нед также унаследовал от Ротшильда вкус к хорошей жизни. Он любит кататься на лыжах, встречается с актрисой Натали Портман, пользуется собственным самолетом, чтобы летать в свои дома в Швейцарии, Париже, Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Греции. Хотя он говорит, что ему не нравится блеск лимузинов. Многие считают, что у Неда Ротшильда есть равные склонности к общественной деятельности и к тому, чтобы быть Ротшильдом. Одно бесспорно, связи его семьи могут указать ему помощь, но тем не менее, мне кажется, имя Ротшильд это тяжкий груз. Ты должен совершить что-то действительно великое, чтобы оставить свой след в истории. тяжелый это груз или нет, но это наследство уникально. Редкий случай, когда семья банкиров продолжает свое дело в течение нескольких поколений. Все, без исключения, крупные семейные и коммерческие банки разорились или были поглощены другими крупными инвестиционными банками. Что меня больше всего удивляет в семье Ротшильдов это не их невероятное богатство или финансовое чутье. Меня восхищает их удивительный ум и талант, которые передаются из поколения в поколение. Удивительнее всего то, что даже 200 лет спустя Ротшильды по-прежнему имеют влияние в мире и все еще востребованы. В нашем современном запутанном финансовом мире есть Ротшильды, которые могут дать вам совет и это очень обнадеживает. Вот в чем состоит ценность их семьи. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург Пятый канал. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова